Несмотря на сложную экономическую ситуацию в Ненинском округе, в следующем году все же удастся сохранить основные меры социальной поддержки, включая и ряд единовременных выплат. Об этом заявил председатель собраний депутатов Анатолий Мяндин. Впрочем, избежать приостановки индексации части социальных выплат на один год не удастся, а размер некоторых будет уменьшен. В целом, напомню, львиная доля социальных мер поддержки в 2017 году будет сохранена. Оптимизировать расходы бюджета в 2017 году администрация региона начала с себя. А именно, на один год с января 2017 года до 1 января 2018 года будет прекращена индексация некоторых денежных выплат. Индексацию окладов денежных содержания государственным гражданским служащим округа, денежного содержания лиц, замещающих государственные должности округа. Индексацию размеров окладов работников государственных окружных учреждений. Компенсацию расходов на медицинское обслуживание по договорам добровольного медицинского страхования гражданских служащим округа, лицам, замещающим государственные должности округа, депутатам, собрания депутатов НИИСКО автономного округа. А также компенсацию расходов на санаторно-курортное обслуживание в отношении гражданских служащих округа или замещающих государственные должности округа. На один год будет приостановлена индексация регионального материнского капитала. Кроме того, администрация приняла решение временно ограничить направление использования маткапитала, а именно приобретать автомобили, гаражи и товары длительного пользования. В целях оптимизации расходов бюджета внесены изменения в части предоставления компенсации за наём жилого помещения. Это касается работников образования, здравоохранения и культуры. Теперь льгота будет распространяться только на тех работников, которые состоят на учёте нуждающихся в жилых помещениях. Установлены и новые суммы выплат. Семьи из одного или двух человек компенсируют за наим жилья не более 10 тысяч рублей. Не более 15 тысяч получит семья из трёх и более человек. Остальные социальные выплаты в следующем году будут сохранены, в том числе и ежемесячные выплаты пенсионерам в размере 3100 рублей и 2640 рублей. Сохранены также некоторые виды единовременных выплат. В частности, по 5 тысяч сохранена выплата к дню образования округа ветеранам труда. Сохранена ежемесячная выплата к дню пожилого человека. Правда, принято решение уменьшить её с 10 тысяч до 5 тысяч. Но в то же время пенсионеры старше 70 лет будут получать её в сумме 16 тысяч рублей. Ещё одно решение депутатов касается жителей населённых пунктов, которые пользуются стационарной связью. В таких поселениях, как Чижа, Киева, Мгла, Верхняя Пёша, домашний телефон зачастую является единственным способом связи с внешним миром. Ежемесячно абоненты платят 400 рублей, тогда как полная стоимость за услуги связи составляет 2600 рублей. Депутаты согласовали решение, по которому абонентская плата для конкретного пользователя меняться не будет. Речь идёт о том, что компания электросвязи снизит тариф с 2600 рублей до 1400. А в перспективе в 2018 году до 1000 рублей. Работа по оптимизации мер социальной поддержки в округе будет продолжена в следующем году для того, чтобы обеспечить эффективность предоставления таких мер. Прежде всего, необходимо обеспечить адресность оказания мер соцподдержки, чтобы они оказывались тем, кто действительно в ней нуждается. Продолжение следует...